Бабушке, которая выбросила родного внука в окно и оставила замерзать в снегу, вынесен приговор. Елена Челнакова всю жизнь работала в детском саду, в Иксе. На пенсии стала пить, но дети все равно приводили к ней внуков, чтобы посидела. И вот в январские праздники пьяная Елена Челнакова выбросила двухлетнего внука в окно с пятого этажа. Но ребенок не погиб, он упал в снег на козырек над подъездом и, судя по следам, бродил по этому козырьку. Но на улице было минус 17 градусов, он замерз. Бабушка не вспомнила о нем ни вечером, ни ночью, ни утром. В последнем слове она свою вину отрицала и говорила о каких-то неизвестных злоумышленниках. Друзья, на ночь спать. А я с ним наигралась, я его накормила. И мы легли спать. А кто вторгся ко мне в квартиру, я не знаю. Вот этого надо искать. Аня, ну хватили за бабушку. Как же, бабушка была. А свидетель у меня Бог. Всевышний, чему свидетель. Все, я больше не буду ничего говорить. Челнокова, Елена Владимировна, признательна уму. Предназначьте ей наказание, где-то 16 лет лишения свободы с отбыванием избавления экологии и общего режима. Елена Владимировна, согласны с приговором? Нет. Почему? Потому что я не виновата. А кто же тогда виноват? Ильичи Попон, Критонов, Икеев. Кто это такие? Кого вы называете? Это СССР, СССР, Горьковской области, Нижнодородской области. А не федералы. Что здесь? Нижнего Новгорода. Андрей Пантисов и Харитонов, полковник. А почему они заинтересованы в вашем полиции? Кстати, отец погибшего мальчика, сын Елены Челноковой на приговор даже не пришел. Елене Челноковой 63 года. Срок ее заключения кончится, когда ей должно исполниться 79 лет.